В Македонии договорились о большинстве голосов для переименования страны. В Македонии договорились о большинстве голосов для переименования страны. 2020 РИА Новости, Алексей Витвицкий, Скопье. РИА Новости, Алексей Витвицкий, Скопье. Архивное фото Белград, 11 и Анфрия Новости. Парламентарии Македонии собрали необходимые 80 голосов для внесения изменений в Конституцию Македонии и переименовании страны по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС, сообщило правительство страны. Ожидается, что голосование по данному вопросу состоится в ближайшие часы. Депутаты собрания в конце октября необходимым большинством 80 голосов из 120 поддержали в первом чтении изменения Конституции по договору с Грецией и переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС. Премьеру Зарану Зайеву удалось собрать необходимое количество голосов за поправки к главному документу республики, которые предполагают добавление слова «Северная» перед названием «Македония» во всем тексте, изменение преамбула Конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей. 17.10. Противники Преспанского соглашения обещают грандиозный митинг в Афинах после рассмотрения поправок в минувшую среду, а затем в четверг должно было состояться окончательное голосование, но несколько раз оно переносилось и было отложено на пятницу. В пятницу вместо запланированного на 12.00, 14.00 МСК, начала дебатов до вечера продолжались переговоры премьера с депутатами. «Информируем общественность, что совместно нам удалось достичь договоренности о деталях поправок Конституции, чем мы обеспечили минимально необходимое большинство в двух-трех депутатов парламента», говорится в сообщении Кабмина. Уточняется, что свою поддержку законопроекту о внесении изменений в Конституцию выразили депутаты отколовшейся от крупнейшей оппозиционной партии в Мрадкне группы парламентарии Албанской партии Беса. 18 октября 2018 года, 17.42 Двулики Цепрас. Македонии даже переименование не поможет еще никогда. Македонцы и греки не были так единодушны. И те, и другие в большинстве своем не хотят признавать Северную Македонию. По разным причинам. Но и там и тут закончиться все может общим знаменателем. Политическим кризисом. Проблема возникла из-за нежелания руководства Беса, чтобы в новых паспортах на албанском языке гражданство указывалось как македонское, гражданин Республики Северная Македония. Албанские политики требовали брать из паспортов отсылку к национальной принадлежности и писать из Македонии, гражданин Республики Северная Македония. Правительство в сообщении указало, что согласно достигнутому договору в албанских паспортах написание будет скорректировано, но не в Конституции. Перед зданием собрания в центре Скопье парламентарии от оппозиции члены патриотических объединений с гражданами три дня проводят акции протеста. Накануне глава крупнейшей оппозиционной партии в Мратпнехристиан Мецказки отказался с соратниками участвовать в принятии поправок к Конституции и призвал граждан присоединиться к массовым протестам.